Как происходило заседание ЦИК, на котором снимались выборы Павла Грудинина? Была ли у представителей вашей партии возможность высказать свое несогласие с этим решением, как-то поспорить? Я действительно был очевидцем, к сожалению, наверное, этих событий в Центральной Собирательной Комиссии, когда Панфилова и вот эти представители жуликов и воров устроили настоящее судилище просто над нашим товарищем, обвинив его в очередной раз в каких-то офшорах, хотя, ну, представляете, он выдвигался в 2018 году на пост президента, у него его зарегистрировали, никаких претензий, да, ну, кроме вот этих нападок, которые потом в суде были опровергнуты, то есть его обвиняют, что у него якобы с 17-го года есть какие-то офшоры, хотя его, ну, просто не под лупой, под микроскопом рассмотрели. Он принес, понимая, да, что, собственно, будут такие возможные провокации, он принес в зал заседания ЦИКа документы, оригиналы документов, что он с 16-го, 17-го года никаких, собственно, там, активов ничего не имеет, да, и на основании этого, ну, вы обязаны взять это в работу, в расчет, да, если вы хотите разобраться, ну, перенесите этот вопрос, организуйте там свои запросы, там, какие-то письма, там, расследования, там, ну, я в кавычки это слово беру, но Панфиловой центральной комиссии была неуклонна своим большинством, они лишили Павла Николаевича возможности выдвигаться по федеральному списку, гарантированно стать депутатом, правда, на нашей стороне мы обратились в суды, если необходимо, дойдем до верховного, до европейского дойдем, если необходимо, по всей стране наши товарищи, партийные организации готовятся к протестным акциям, одиночные пикеты, флешмобы, уличные, публичные мероприятия, и этот вопрос мы просто так власти не отдадим, поэтому Павел Николаевич, я уверен, должен и будет избираться, и будет избранным, как бы власти этого не хотелось. Почему Зюганов не вывел на улицы тысячи людей, чтобы защитить самого сильного и, наверное, популярного кандидата от КПРФ? Зюганов заявил прямо в стенах Центральной избирательной комиссии, что КПРФ готовится к федеральным протестным акциям. Другой вопрос, вы лучше меня знаете, как опытный человек, что на это нужно время, нужно напечатать материал, то есть пригласительные листовки, нужно подготовить, соответственно, базу правовую для всех этих вещей, и в ближайшее время, я уверен, вы увидите, собственно, на улице вот это противостояние, которое, еще раз говорю, власти сейчас перед выборами, ну, просто ножом по сердцу. Продолжение следует...